Книга «Открытым оком», пятый том. Вопрос. 1466. Взаимоотношения. Соработник мой при мне и при многих лжет моему начальнику, и я знаю это. Я боюсь, что будут о мне, как о выслуживающемся, думать другие. Я подавил себе желание немедленно обличить лжеца и промолчал. «Согрешил ли я молчанием? В каких случаях я могу согрешить молчанием?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В каждом конкретном случае нужно поступать по-разному. Лучше всего ничего не видеть, не слышать, сопеть в две ноздри и помалкивать. Но такая позиция сквозняка запрещена писанием. «Писание. Нужно быть мудрым, и если дело касается зла, то нужно молиться, чтобы прекратить его действия. Но и последствия могут быть для такого говоруна непереносимо тяжкие. Свидетели, не умеющие молчать, вскоре замолкают навсегда. Молчать иногда заставляет сам Господь. Лука 9, 36 «Когда был глаз сей, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели». Люди заставляют молчать. Лука 18, 3 «Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал «Сын Давидов, помилуй меня!» Лучше всего поговорить с этим человеком наедине, потом предупредить его, что ты обязан сказать открыто, потому что из-за этого страдают другие». Экклесиаст 10, 14 «Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него». Притча 20, 19 «Кто ходит переносчиком, тот открывает таймон, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Сираха 7, 23 «Премудрость соответствует имени своему и немногим открывается». Объясняйте bust droplets, в гостах выходит воздуху и из-за этого и из-за этого negatively remarks». «Яkovo дороже протchnانого остатка землей, мороз Brittany. Музыка Kub 세� cooper много и никто не κι Rasul чикластенко»